о консерте сейчас мне благословите слово сказать я сначала спрошу, а потом попрошу кто знает почему Владик и не приехал, он не заболел ли? он уехал уехал? да, уехал дело в том, что я хотел для него сделать подарок и не знал какой и молился, и мне открылось на молитве я его приготовил и батюшку заинтриговал он не знает, что за подарок при том, подарок такой, что если кто-то из вас пожелает, скажет и я такое хочу, вы поделите, я вам тоже дам потому что с собой мне неудобно было на велосипеде везти и такой подарок, которым вы просто обязаны делиться с другими настолько он необычен и почти наверняка могу сказать, что такие подарки Владыка не получал и на сто процентов можно сказать и не получит больше никогда но этого подарка, могу сказать, ему хватит для сей жизни и для будущей заинтриговали интересно, правда? так вот из вас, я понимаю батюшка, филарет старший, да? нет, написать какие то, ну, провозьми, посчитать колоссином, 4 глава, 6 стих я на подарке написал места писания, которые, я же не знал, что здесь едет я думал, вот так стану владыке я даже представлял, какое у него лицо будет веселое и радостному подарок из Святой Библии это не отвлеченное понятие знания нет, которое заставит его колоссином, что? колоссином, 4 глава, 6 стих один стих, вот тут у меня их 7 потом прочитают остальные, чтобы не задерживать слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью дабы вы знали, как отвечать каждому заучить наизусть, попросите Владыка скажите Владыка первый стих наизусть заучить и священникам это говорить почему иногда говорят, вот говорил слово какой актрис, не забываю не забываю, не забываю не забывается то, что проникает что затронуло и потом проходят столетия и люди все повторяют и повторяют эту фразу жил такой благовесник один православный но мы не сумели его удержать он видел, какое безобразие в церкви полиция отошел профессор Владимир Переведович Мостынковский я простыл по слепате, холодные березовки выпил и голоса лишился а ну, все не говорить начал и он много претерпел и когда он сидел в тюрьме его вызывали в политбюро он говорил, пилат бюро и он выявил такую фразу с актрисом и в тюрьме свобода а без креста и на свободе тюрьма это афоризм вот Мартин Гутер сказал да, он не православный но сказал правильно мы повторим в мире есть одна лище Христос и одна книга Библия все остальные направлены должны быть туда если дорога не ведет к храму зачем эта дорога? мы скажем, если путь жизни не ведет к Христу зачем эта жизнь? так, если сумеете довезти молодыке передать и мои цветы принесла тут сестра ну, мне очень нравится мне нужен чнец в смысле сейчас хорошее давление я достаю что? байкалочка называется и вот здесь справа посчитайте необычную висит кто может посчитать? вот справа здесь пробку посчитать и все соль древнего океана добывается в Восточной Сибири из пластов дырецкого месторождения каменной соли из глубины 600 метров тихо сохраняя природную чистоту полезные минералы и микроэлементы океанической соли без риска современных загрязнений добавок и экологических проблем пищевая каменная соль байкалочка это уникальный природный продукт возрастом до 500 миллионов лет отличающийся натуральностью происхождения разнообразием применения и доступностью украшая стол настоящих ценителей качества продуктов питания я еще потом можете заложить ссылочку и передать там все места писали и прочитали теперь мне эту тему сказать когда слово с благодатью не приправлено солью солью многие боятся я скажу они не понравятся отношения нарушатся не годится так пророки когда говорили они старались подтвердить сказанное каким-то предметом чтоб запомнилось в Иерусалиму грозит осада ну сказали да и все мрак к Москве подошел нет пророк из Икеев получает повеление посмотри кирпич пляж 0,1 бог и штурмой этот кирпич она рыли это тебя знают будет приходить так а сколько лежать до обеда 360 дней 390 и никуда не пойдешь и бог сделал так что перевернуться не может обед наступил он сказал что с собой взять это был бы ячменя перемешать вместе и будешь это печь на человечьем кале вот так и другу господи да пища то прогоняет не могу я прямо ну ладно на корове корове лепешки сушит и день и ночь будешь лежать месяц за месяцем вот теперь весь Иерусалим знал и все лежит лежит зря лежать не будет он говорит крепкие наши стены нас не спасут а как завтра я покажу берите с собой кинокамеры видите и потом снимите и покажете своим архиве и вот он изнутри начинает там проламывать свою хату узел белья что там закрыл лицо руками и вылез в эту дыру конечно лезть в пыли а что это вот царь говорит надежная стена царь сам изнутри проломает побежит дитя отнимут ему глаза выжгут откройте ворота пустите врага вы обязаны вы заслужили это пойдете в плен да раб вы будете вы будете выдавать дочерей сыновей виноградники садить пройдет назначенный срок 70 лет вы вернетесь да я никогда рабом не был порог ремей говорит ты уже раб понимаете наглядность вот это я не случайно выбрал такой высококачественный пакет если вы желаете я вам все это подам у меня нынче очень необычная откликусь работа была здесь пруды восстанавливали и там была плантация солодки а солодку добывать это не смородину добывать она прямо корень идет и вниз копать и вот такой корешок я нынче набрал столько что вот такими пакетами отослал и могу каждому дать а ее употребляет тибетская медицина более двух тысяч лет надписи сохранить к любому лекарству нигде не ввенит особенно когда ну человек бывает внутренне взволно если ты выпил чай корешками паники нарезан потом еще раз еще раз у тебя успокаивается нервная система я желаю вам подарить но я не принес подъехать надо будет корни солодки это тоже к этому относится вот мы когда читаем слово божие господь нам говорит об этом мы читаем 5 глава там написано какой стих сороковой евангелия от марта определенно что кем вы стали вы должны быть солью в буквальном смысле за всю мировую историю только один человек стал солью жена вот но мы должны быть солью а солять вокруг заразу где все гниет а это так видишь в первом слове выбери момент скажи а если это правитель да он меня куда упечет не забудься доверься Богу Бог может смирить его вот скажите когда раскулачивали что люди с собой брали ну крупы еды какой-то а когда шли пешком и греми Бог принял взять два булыжника обмазать глиной положить в котонку и нести он на посмешище шел это очень интересные примеры такие и вот он идет день два всех несет булыжники а есть поесть нету кто сухарь даст ему кто лепешку когда он пришел спрашивает а что дальше с кирпичами с этими сейчас я скажу вы убегаете от царя Вавилонского надеетесь что Египет вам поможет вот вы пришли в Египет посмотрите место это хорошее это хорошее еще лучше а это повыше а я вот раскопаю сейчас и там булыжники заложил землю вот на этом месте от кого вы убегаете царь Вавилонский поставит престол я фундамент заложил уже вот теперь люди поняли я дал соль чтобы вы поняли не бойтесь ни царей ни начальников ни президентов ни патриархов бойтесь только Бога кто боится хоть кого и меня батюшка не причастит у нас есть люди которые здесь живут они к нам не приходят старобряться нельзя это не коньяни это такие люди отлучат сразу их смещение как несчастье и он понимает он погиб и все он забывает что кто отлучит а то их Божие ни скорбь ни теснота ни настоящие ни будущее нельзя бояться человека не боять Бога а он незаконно отлучит незаконное отлучение канонного падает на отлучающего в законе 19.19 говорит никого не бойся а как это сделать 12.48 Евангелие от Иоанна Христос говорит я не сужу слово которое я говорю оно будет судить а если оно будет судить уголовный кодекс всех стран исчезнет ни Петра 1 ни Наполеона не будет закона закон будет Евангелие отсюда мы живи по ним другого просто нету и мы читаем левит я здесь показал место со всяким приношением жертвы приноси и соль сколько будет раз жертву не приносил обязательно соль должен привезти почему я спрашиваю Бог дал дал тебе это повеление солью горит все лучше когда мучили святых мучеников на трава сыпали соль чтобы сильнее их разжечь рано натирали солью знаете применение какое человеческий организм за свою жизнь за 70 лет употребляет 400 с лишним килограмм соли лишняя соль она вредная но я каждый день буду солить больше вот у нас соль нормальная это нормально означает в 4 раза больше нормы мы не знаем а привыкнуть нормально 4 месяца сделай без соли потому что в микроэлементах вот в этой икре в хлебе в зелени она есть 0,5% человека соли вот уже про соли речь идет о другом чтобы люди видели что мы не лицемеры не так что он у меня хороший а зачем для меня вообще это золото но не бойся Бога бойся Бога сказать но ему скажи правду скажи чтобы ему спастись я рассмотрел все места по интернету долго смотрел соль когда появилась и понял самые главные слова это слова Евангелия будьте солью если соль потеряет силу чем ее сделаешь соленую ни к чему не приводим такой человек который отступил от Бога или там да я снимаю сам там пошел мусульманам или к кому то ни к чему не приводим только никуда не будет и даже вот соль у нас все солонцы рядом там ничего не растет и сказали бы вырасти на этом месте арбузы какая угодно земля только не солончатая за нечестие живущие Бога землю подородную делать соленую были ли тут люди нечестивые не знаю но Святая Библия говорит именно об этом батюшка я не в осуждение сказал что владыки подарить чего отношение наше с владыком сергием не нарушит это подарок что это народ он будет просаливать и все это все все то есть я заботился о том чтобы наше отношение не нарушилось мы должны быть полезны друг для друга батюшка ездил в Барнаут и там увидел фильм на просматривании где-то в ваших местах в этом богословском храме да и там предчувствие скажи как ты позвонил как то насчет там одного фильма предчувствие фильм там ну я его увидел при входе в храм такого-то вчера показывали фильм предчувствие в воскресенье просто воскресенье в 11 часов дня в следующий будет там фильм там Апочаевской лавре там Киево-Печерской вот разных там а это предчувствие я звоню батюшке отец Вячеслав Старков наш я его крестил был здесь дом построил даже я говорю ты да я не знаю я не занимаюсь но я его знаю вот там у нас ермонах какой-то занимается этим потом я говорю ты узнай хорошо что это фильм о чем там говорится ну короче он не мог найти ничего тот нет там кто-то у них вроде мирянин занимается этим что фильмы показывает эти такие так мы не могли узнать что это какое это предчувствие или то которое это такое поставил фильм где мы участники это интересный фильм очень но надо помнить что это момент еще коммунистов власти фильм этот вышел настолько серьезный но международный конкурс был фильмов документальных фильмов в православии в югославии главная награда золотой витязь и когда они приехали туда опоздали уже 1 2 3 места все были разобраны он говорит ну вы посмотрите хотя бы там очень много 25 раз я в этом фильме выступаю то есть там кадры какие-то штуруют зимний дворец я в это время комментирую и когда посмотрели они который был первый стал вторым второй на третьем а третьему ничего нету этот фильм занял главный приз международного киноконкурса его показывали кинотеатрами заколовок зала и там была в то время заведующая Юдина Зоя Павловна а в это время приехал режиссер Владимир Сергеевич а он работал в Балтайском краевом административном центре ну краевой центр и он работал там что-то по культуре сейчас я не знаю где он это красноярская студия филиала на Свердловском документальных фильмов три студии только в России это одна из них он снимает второй фильм называется золотолусы потеряете в области о биографии моей и он занимает первое место в России но тогда когда показывали первый фильм там еще были коммунисты так она говорит Зоя Павловна я хоть сидел у меня зубы щакали я боялась меня в зале арестуют я там все про коммунистов о людоедской политике сколько загубили что они есть и когда они уйдут от власти они страну сделали огромной тюрьмой это империя злой лжи а коммунисты были у власти и конечно тут и КГБшники были а я в фильме это говорю а потом на сцену вышел вместе с режиссером и говорю она мне потом говорила я с мужем сидела за него уцепилась а думаю пропала пронесло все мимо когда я в Америке был то мне говорили что взяли в России каждому буквально где там не по несколько входом в метро продавали эти записи ну вы наверное миллионером стали я не рубля не получил нигде ни за что никогда за что я просто сказал как думал и когда батюшка спросил а Слава то он знает этот период и знает там отношения дальше он что сказал а нет когда он звонит потом да я это точно не знаю я ну там точно про вас плохого ничего не было нет если было плохое то бы мы знали а то там ничего про вас плохого я вот к чему вот это вот предсказывал сказал я не знаю как владыка это сделал переломил обстановку владыка Сергия солью он говорил как или не знаю я не слышал вот дело в том что всякое вот это сильнейшее злословие поношение наши обращения в лагере стреливали а теперь он на похоровском соборе пролистел все лето он изменил температуру полностью ему не есть ли до земли поклон передайте он сумел это сделать и далее чтобы как только посмотрят на это чтобы у него было то что требуется далее вот это в плане мы конечно опасаемся внутренне для себя что владыки здесь не будет это все может разворнуться назад но дело в божьих руках дело в том что позапрошлом году такие рождественские чтения в Москве есть там дворкин обязательно участвуют и 15 было тем которые на несколько дней международный форум две темы посвященные людям мастернику Сергея Михайловича и Лавкина Игнатия Тихоновича отдельно выступают делегаты и они обо мне выступают и из моих берут ресурсов и вот проповедник мне стыдно называть его проповедником какая-то Анна Владимировна она не видала не знает вот с Украины приехал человек вот в форме путешественник это ну скоро выезжает Игнатов Сергей Егорович он лично был везде посмотрел и теперь можно сказать она не видела ну что делать в лагере дети это все неправильно неправильно так Александр Леонидович это к дворкину надо что-то делать ну что написать Владыке Сергию нет Владых обязываться не будет это периферия вроде периферия патриархия периферия понимаете как но они дальше продолжат знаете обратиться надо в Роспотребнадзор написать я не пишу натравлю на меня полицию прокуратуру и они начинают у меня трепать но ничего не сделали а где они говорили в это время они назвали встать называется вот так вы знаете в один день подскочил ровно в двадцать раз больше посетителей в двадцать раз я гляжу то ли система сломалась ну так не бывает бывает там десять двадцать сейчас у меня семь миллионов и пятьсот тысяч просмотров меня отнесли к средствам массовой информации то есть я теперь должен приглядывать какие там правила потому что семь с половиной тысяч подписчиков семь тысяч двести семь миллионов двести тысяч ну это у нас наших роликов восемь тысяч двести стоит роликов прикинь сколько есть и поэтому когда они сунулись получилось совершенно обратное как мне про вектор сказал в съемке любая реклама есть реклама люди решили познакомиться узнать нашлись новые души так а почему вы не обороняетесь а мне зачем бог я на ответы на эти ничего не могу сказать у нас слишком много выставлено вот здесь мы не добавляем без слова увидели побеседовали поехали остались чувством любви к богу и друг другу батюшки из числа тех которые перенесли многое чтобы раны заживали соль сыпать не надо чтоб рана то зажила вот надо правильно воспользоваться где елеем говорит а елея вина не повреждай ему сказано в откровении елей это человек на милосердии беседует о добре а вина это строгость это соль строго смотри чтоб с тобой чего не было у нас сколько вот приезжали люди священники были архивеи и на стенах несят надписи из библии и одна надпись без указания откуда взята ты отступил от меня говорит господь и вот я простру на тебя руку я погублю тебя точка я устал миловать говорит господь какие слова и первый раз приехал еще будущий епископ даже не архиепископ сергий он подошел сразу а где это написано я тогда маленько погонял и ручку достал от Еремея 15.6 никто не обратил внимания он обратил меня это сразу заинтересовало он не просто прошел он прочитал все и заметил какие места поэтому я решил только места указать его это будет очень интересно повторяю каждое место Святой Библии все писание Бога духновенно полезно для научения и для обречения вот священники бывают там ну каждый был пятый запрещен в Алтайской в метрополе епархии тогда было за неблаговидные поступки а мне отмечают в епархии мы опознали намного больше сейчас это при Максиме тогда Дмитриеве было каждый пятый запрещен в священнослужении какая причина я не знаю я знаю чтобы оправдаться владыка должен сказать вот место писания которое будет судить тебя я тебе судей не буду мне самому надо спасти свою душу почему Ян Златоуст говорит большая часть священц не погибает большая часть вас четверо ну пятеро трое будут не на том месте где хотят как говорят было видение патриарху когда ему сказано ты правители там благословляешь они не правители а кривители народ с голоду буквально помирает почему вы не обличаете их то есть если владыке Бог дал этот меч ему предстоит где-то как сказать опять же бывает очень строго сказано если ты не покаешься то и той будет вот представьте с пророком встречается один человек царию он будет провозглашён и говорит он ему так возьми стрелы ну взял пачку стрел бель в землю но не пояснил сколько раз он раз 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 что ты сделал почему больше не бил только три победы будет остальное будет поражение а ты бы долбил пока все стрелы не переломал и столько побед бы одержал ну чего ж ты Елисея не сказал раньше тогда я бы бил все ушло пророчество было на одном мгновении на момент как только ты взял поднял стрелу ударил и разжал руку и все пророчество кончилось мы не знаем силы Божьей это нам я считаю из Библии это не просто так и когда Господь говорит меч мечи если есть два меча они не поняли зачем же где ну покажи ну один у Петра там был рубанул по уху Малха конечно идет не о мечах а что гонение будет на вас но вам еще Христос сказал да давайте запомним вот соль появилась вы желаете я каждому подарю плачку а вы своим сотрудникам другим скажите когда говорите слово Божие не шлифуйте слово Божие в Библии очень много грозных слов вот я на вас говорит Господь вот храм 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 трижды храм Господня только раз в Библии говорится два раза Бог повторяет а три только один раз не надейтесь на храмы 200 храмов мы спим не будет ни одного все будет разрушено почему я повторяю еще раз выступил Димитрий Смирнов по целому структурам у Патриархи Кирилла и он говорит кто не слышал вам не во вред будет подходит бабушка ко мне сегодня и говорит батюшка вот скажите на вопрос можно задать вопрос он говорит такой бабушка вопрос задаст и сразу ответишь говори я иду в церковь где ты живет на окраине и вот если едет такси я останавливаю если мусульманин никогда деньги не возьмет мать я даю деньги да как же я возьму ты мне мать едешь молиться ну за меня помолишься все но если русские обязательно деньги вонят это моя работа отец Дмитрий Смирнов и говорит нет бы ты разузнал сколько она платит да за это жихи хаза платил да на 10 этаж поднял бы ей вещи какую молитвенницу приобрел бы поверьте здесь будут жить другие люди которые достойнее нас и поэтому мусульмане ближе к Христу чем наши называемые христианами это говорит в центре Москвы в храме я его слава повторяю это можно в любой день зарядить и прослушать в этих словах его Грозное нам предупреждение Если мы Ниже других Праведность не превысит праведности Книжников-парисеев Никто не видит царствие Божие А парисеи они дважды постились И десятину давали Вы сегодня скажите о десятине Чтобы торговлю убрали Не получится Меня вчера только спрашивали Как вы сделали, что торговли нигде нет Святая десятина И никто не против Почему? А она тебе не принадлежит Да это в Ветхом Завете Ты объясни Простыми словами Я солью сейчас буду говорить Златоуст говорит Что у тебя есть? Что твое? Человек начинает Ну что мое? Руки Бог дал Ну у меня вот сейчас так земли Землю Бог сотворил У меня машина Металл откуда взяли? Господь тебя разберет по шестям Бензин, керосин, чай был Мой, мой Так возьми меня в содружество Давай пополам делить Я не прошу пополам Одну десятую И почему? Малахий говорит Что Господь имеет претензии Проклятием вы проклятые Весь народ Проклятием проклятые За что? Вы обкрадываете меня Почему? Вы не платите десятина Она вам не принадлежит Это мой труд Земля, солнце, воздух, вода Кто дал? Я Почему ты мне ее не отдаешь? Как? Через служителей Божьих Почему не принес в храм Чтобы было до избытка? Это я уже беру Слова Яна Златоуста Нашего там Процента нету А Господь говорит Десятую Верни сейчас Если ты не отдашь Ты не просто пожалел А ты меня обкрадываешь Это мое Я ее приложил к тебе Чтоб ты своей рукой подал Родители, которые хотят детей вырастить милосердными Они в сверкле идут мимо ребенку Так, где он имел этот степа? Вот так Они ему дали там Вот тому нищему по них подай Дают этому подай У нас жил племянник У нас жена сготовит Что там бабушки на улице живут в Барнавле От это отнеси Это отнеси То есть приучить Нас родители так приучили И не надо бояться Если мы действительно не достигнем Правильности книжек о фарисеях Нам это не поможет Ничего Серафим Саровский Три дня И три ночи Почему он не спал? Молился только об одном О русском священстве Это настольная книга священнослужителя Это капитальный счетут При патриархе Пимени Третий том, 601 страница Я молился три дня и три ночи Не о царе, а его гибели Хотя уже открыто было о священстве Что они делают? Многие в революции пошли Многие субсидируют Бомбистов И Бог вдруг заговорил Я не знаю, дальше прямая речь идет Не пощажу И не помилую Ибо вымыслями человеческими Заменились заповеди Божьи Точкой Я в первый раз прочитал Я обомлел Как будто ни одного спасенного нет Серафим Саровский Это далеко назад Надо откинуть время И это так И поэтому мы даже братьев своих уговаривают Не бойтесь Тем более это прихожане Скажите строго Одевайтесь прилично Что вы в храм приходите, как на пляж С улицы заходят буквально шорты Не шорты, а в трусах приходят Ни одной мусульманки За 1300 лет Мы вот проехали До Лиссабона С обратной стороны По Турции У Черного моря Не увидели в таком положении Нет Хабаровске Они говорят Мусульмане Это наш город Полно мусульман Идут Платья до полу Как у нас Сегодня я гляжу Ирина Платья до полу По городу идут Он Ну Сибрит Он мусульманин Влюйке ребенок У ней Вот спросили Даже не знаю Что сказать По порядку Спросили Сколько абортов Она не понимает О чем речь идет Я беседовал Сидят вот так вот Мулы Ну мы в доме Мулы ночевали В другом месте Мне пришлось быть Там и мамы Это их епископы Я говорю А сколько у вас Процент сохранности Девственности До брачной ночи Законной Они мне не поняли О чем я спрашиваю Ну я говорю Девушка и женщина Разница есть После брачной ночи Там сохранять Просто И показать Сто процентов Как так Да у нас В седьмом классе Ты подумай Что делается Но мы можем Что-то делать Вы имеете Доступ к людям Как патриарх Кирилл Говорит Где-то 80% Считают себя Православными Раньше В колокол ударили Люди в храм Сейчас говорят Хоть из пушки Бей никого нету Мы думали Открыли храм И народ потек Так всегда будет Не всегда Выходите на перепутье Меняйте тактику Патриарх Алексеев Второй говорил Надо переформатировать Сознание И свое И других Как? Слово Божие И соль А дальше Остальное Бог усмотрит Благодарю Братья за внимание До базы Жени Долгова Надо как-то Поехать Они машину Там оставили Кто сможет Сделать Роман есть У него машина Хорошая На трактор Это не пройдет Что-то Ты же проезжаешь Нет Кто? А где Роман? Он На холодильник Что-то везти На ходу У меня-то Не совсем Конфортабель Я-то у меня Покойно Пожарность Какая Пожарность Доех Подстекнул Доехать Я доехал Мне просто Надо там Порядок сделать У меня она такая Работь Ну что там Порядок Ну Мне на время Ну полчаса Хватит? Конечно Хватит Ну все Полдвенадцать От собой Эти Ехать Ты ехать С ним хочешь? Нам даже Недолгого Они машину Недолгого Оставят Да Да Отсюда Сколько Вы Доехал Полдвенадцатого Он придет Он за мной Я напишу Все Чтобы Действительно Сергей Он меня Привед Он Приедет Передаж Передам Все Благодарим 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 Христе Боже Нам Яко Нас Свети Неси Назем Твоих Благ Не Лиши Нас И Небес Твоих Царствия Благодарим На любовь Свою Благодарю Человека Любим Всегда Ныне Присно И Вовеки Аминь Спасибо Христос Всем Спасибо Христос Спасибо Христос За Продолжение Так Братья Кто хочет Олжав Молодки И Соль Ко мне Проезжайте Сейчас Хорошо Дойдем Хорещень Ты найдете Я поехал Недолго Вы знаете Так Братья Сестры Кому Кому Душу Надо Душу На Раздачу Сначала Нам Потом На Раздачу Хватит Две Пачки На Два Бери Три Я Тоже Раздам Меня Ждут Батюшка Вы сейчас Тоже Уезжаете Я Уезжаю А можно Вас Не Уезжаю Так Спасибо